поехали доброе утро доброе утро доброе утро приветствую вас аудитория вы на вебинаре рефинитив наша тема новой веха турбулентности россии и опек прошу аудиторию поставить плюсы в чате если вы нас слышите мы все вещаем из дома простите за технические неполадки возможны ждем ваши плюсы итак еще раз тема нашего вебинара новая веха турбулентности россии и опек в первой части нас ожидают два ключевых доклада от reuters и рефинитив а во второй панельная дискуссия с представителями газпромбанка и fp wealth solution кроме того в середине нашего вебинара мы проведем интерактивный опрос голосования а в конце попросим ответить на вопросы анкеты 12 апреля двадцатого года саудовская аравия и россия закончили развязанную марте ценовую войну подписав соглашение за всю историю опек плюс согласно окончательному решению страны-участниц и плюс договорились снизить производство нефти на 9 и 7 миллионов баррелей в сутки ближайшие два месяца по числу участников это также самое крупное соглашение за всю историю опек плюс участниками являются 13 стран опек нельзя не отметить ту роль которая сыграла президент соединенных штатов дональд трамп активно участвуя в переговорном процессе там по сути стал первым американским президентом который настоял на повышение цен на нефть и полностью изменил свою личную негативную позицию в отношении картеля вот буквально неделю назад он говорил вы хотите знать правду я ненавидел опек но я изменился беспрецедентные меры по сути потребовались до для беспрецедентных времен и сша сыграли решающую роль в этом посредничестве и трамп таким образом продолжает набирать очки предвыборной гонки несмотря на те ужасающие цифры распространения коронавируса в соединенных штатах однако главным вызовом для всех участников рынка является вопрос достаточно ли убрать с рынка порядка 10 процентов мировой добычи чтобы повлиять на цены на нефть течение какого-то значимого периода времени и я обращаюсь к первому нашему участнику а александру ершову с просьбой прокомментировать последние события и выступить с презентации нефть с доплатой или что-то пошло не так влияние соглашения опек на рынок пожалуйста спасибо доброе утро собственно мария сделала такую водную часть описав ситуацию которая почти не требует дополнительных комментариев поэтому я остановлюсь на вещах которые на мой взгляд принципиальные сложившейся ситуации потому что подробности известны расходятся оценки несколько возможного сокращения добычи вчера буквально уже вечером и наш министр новак и трамп говорили что она может быть даже больше до 20 миллионов но мне кажется это не совсем нет не так принципиально потому что самое главное для физического рынка это все-таки текущий баланс и его настроение поэтому я хочу остановиться несколько вернуться во времени к ситуации четырнадцатого года помните нефть 140 потом меньше 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 и мы пришли к тому уровню который был сейчас то провала сделки марки вопрос если мы считаем что цены на нефть определяются балансом спроса предложения то неужели падение со 140 более чем вдвое четырнадцатом году было обусловлено пропорциональным падением спроса конечно нет спрос не падал такой степени и более того до момента начала снижения до 2014 года избыток нефти на рынке уже присутствует что же изменилось изменилось настроение точно так же произошло и сейчас когда в марте саудовская аравия россия разошлись рынок стал неуправляемым в представлении большинства и именно это они физический баланс спровоцировали резкое снижение конечно физический баланс играет огромную но он работает долгую потому что рынок нефти потребление нефти имеет большую большую инерцию ситуация с пандемией коронавируса конечно усилила это падение но в любом случае такие действия как разрыв отношений или громкие слова насчет ценовой войны они в первую очередь играют на нервозность на нервозность больше чем экономические проблемы которыми с которыми сталкиваются государства страдающие от коронавируса и соответственно замедление экономической активности я думаю что не не прошло мимо нашей уважаемой аудитории возникновение ситуации которую я решил заглавить сделать главной темой возникновение ситуации когда нитбэк на нефть стал негативным другими словами компаниям можно было нефть просто не экспортировать потому что это приносило убытки она была не нужна и нужно было вывозить потому что добычу нельзя остановить но мы вывозим мусор тоже и платим за это деньги превращение нефти в мусор это ситуация которой никто не мог даже подумать еще некоторое время назад но и именно это заставило всех вернуться переговорам вернуться к каким-то совместным действиям но предположим что в марте не было вот это провала на переговорах в котором сейчас обвиняют то россию то саудовскую аравию то сечина то новака то принца салмана то трампа кого угодно то китай были бы фундаментальные причины для снижения да очень многие говорят что скорее всего снижение было бы ничуть не меньше трудно сказать и глупо в сослагательном наклонении делать какие-то расчеты и прогнозы тем более обращаясь к прошлому но мне кажется что сравнение с брестским миром который сделал вице-предитент лукоила федун оно красиво смотрится но не совсем корректно дело в том что брестский мир если вспомнить историю по сути своей вещь сепаратная тогда россия хотела выйти из войны любой ценой и попыталась договориться отдельно не вместе со своими союзниками первой мировой войне отдельно именно сепаратно именно от этого были все беды которые принес этот мир ситуация с пактом была прям противоположная наоборот все вместе постарались договориться и теперь мы видим что рынок начал успокаиваться нефтяной рынок та территория настроения в которой он существует пережила шок в течение месяца с небольшим и сейчас пытается каким-то образом прийти в себя если безудержный оптимизм участников я бы не сказал по сути дела все что мы получили мы получили возврат каким-то согласованным действием управляемости управляемости поведением не рынком а поведением игроков основных игроков есть гарантия что они будут придерживаться этой линии продолжительный срок опять постаралась дать эти гарантии мы не можем быть на сто процентов уверены но важный момент в том что закреплено по времени вот это вот линия действий участников она закреплена по времени впервые рассчитана на определенный период далее что происходит с физическим рынком в сущности сделка ему мало что дала заполненные хранилища не разгрузятся от того что участники опек плюс договорились сократить добычу для этого нужно время люди сидящие на карантине и не по не покупающий бензин для своих машин не начнут его покупать до тех пор пока не закончится дыме они снова и начнут ездить так вот организаторы спрашивают меня видно ли смену слайдов наверное картинка немножко отстала да сейчас слайд с графиком прошу прощения сейчас покажем остальные так вот ситуация с дыми может сыграть большую роль чем пакт опек но при этом совместность действий участников в любом случае будет выгоднее и с этой точки зрения конечно потери россии вот выхода в марте могут быть компенсированы теперь то что касается наших условий то и того с чем столкнулась россия в период между разрывами разрывами между разрывом и восстановлением сделки вот на графике видно тот момент когда нетбэк провалился до отрицательного значения сейчас происходит постепенное восстановление оценка перспектив достаточно сдержанная да и цены не так выросли как этого хотели бы наверное участники просто россия когда получила тот букет проблем которые она получила в марте после выхода из сделки опек плюс по сути дела к новым переговорам подошла уже состояние готовности к естественному началу сокращения добычи почему тому было несколько причин возникающий избыток нефти органический из-за замедления экономической активности в мире невозможности сохранить объемы экспорта и переработки которые были до начала пандемии привело к сочетанию следующих условий загрузить дополнительно экспортные маршруты не представляется возможным их пропускной способности недостаточно мирового спроса недостаточно переработка которая во-первых должна сокращаться до сезонной профилактики в апреле и мае кроме того получит мощнейший удар от ухода таможенной так называемой таможенной субсидии потому что низкие мировые цены сделают низкой и пошлину на экспорт которая защищала российских переработчиков от прямой конкуренции таким образом их прибыльность тоже упадет и не сможет они не смогут взять на себя тот дополнительный объем который могли бы в условиях избытка все это говорило о том что в мае россия скорее всего и так начала бы сокращение добычи но без договоренности опек конечно это было бы намного более болезненно что касается если опять немножко вернуться назад что касается итогов с точки зрения и борьбы за рынок о котором говорилось как о одной из одним из мотивов выхода из сделки в марте то здесь конечно надо понимать что для для америки сланцевая добыча это одна из отраслей а для россии добычи нефти это бюджет образующий отрасль поэтому сравнивать просто немножко некорректно и один еще важный момент хотелось бы отразить дело в том что и сейчас и в прошлых сделках опек речь всегда шла о добыче тогда как для россии ключевой показатель это экспорт поэтому здесь есть некоторый запас эластичности как он и был до этого связанный с тем что перераспределение ресурсов между внутренним и экспортным рынком всегда позволит немножечко скорректировать те границы в которых будут существовать отрасли уже в рамках действующих условий опять плюс которые рассчитаны на достаточно продолжительный период вот на этом хотелось бы закончить спасибо большое и прошу прощения за некоторую чехардов со слайдами соответственно готов ответить на вопросы после второго доклада Александр Ершев ответит на ваши вопросы обращаюсь к аудитории можно и нужно задавать вопросы в чате посмотрите пожалуйста внизу панели есть иконка question and answers q and i можно на нее нажать и задать свой вопрос как к Александру Ешову так и ко второму нашему докладчику Александру Шкурину который выступит с презентации российская переработка в условиях мирового кризиса передаю слово Александру Шкурину в это время уделяете выбор у вас есть возможность подключиться к нашему вебинару принять в нем участие задать вопрос обсудить текущее положение спасибо Александру за обзор ситуации на мировом нефтяном рынке конечно же мы все смотрим как будет развиваться ситуация куда двинется нефть что будет дальше происходить как на это все влияет коронавирус но я сегодня хотел бы пару слов сказать о том что сейчас происходит в российской нефтепереработке в части потоков в части цен и такой не то чтобы прогноз но наблюдение куда двинется рынок в ближайшие месяцы то есть какой у нас будет второй квартал немного посмотрим на то что происходит на рынке мировом в части мировой торговли в части потоков и мы видим что скажем так вообще хотел сделать один слайд сказать что все плохо да но вот в этом плохо есть какие-то истории самые такие негативные есть истории которые более-менее не то что позитивные но не настолько ужасные падение общее по морским поставкам которые мы видим сейчас оно составляет около четырех процентов по сравнению с прошлым годом и вы видите распределение по основным регионам где больше где меньше произошло сокращение поставок и соответственно прием продуктов и самым таким пострадавшим продуктом из всех из всей ринейки светлых нефтепродуктов это конечно же оказался керосин поставки керосина сократились самым значительным образом свыше 12 процентов 12 9 процентов если быть точнее и если мы посмотрим по регионам как распределялись эти поставки как они изменялись то мы видим что только в соединенных штатах отмечается рост как отгрузок так соответственно и приема авиакеросина причем мы понимаем с вами что это связано в первую очередь с тем что именно этот регион он самый последний вошел в ту зону турбулентности связанной с карантином то есть до последнего власти соединенных штатов отказывались от того что вообще такой вирус есть и он к ним придет как обычно у нас все отказываются пока их это не коснется но также замечательная картина по азиатскому региону то есть мы видим что в азии сократились незначительно сократились отгрузки но при этом прием продукта он упал более значительно неже сами отгрузки что касается европейского рынка и африка европа здесь один регион то драматично очень серьезное падение по керосину как по отгрузке так и соответственно по приему что касается вообще европейского рынка то мы видим он просел больше всех остальных и просадка наблюдается по всем продуктам то есть по всей гамме продуктов светлых нефтепродуктов это бензин нафта дизель и керосин причем если мы говорим о поставках из этого региона они сократились как в сторону азиатских стран так и в сторону в сторону самих европейских других стран так и в соединенные штаты то есть падение серьезное вы видите на графике динамики поставок что в принципе это сокращение оно шло и вот в последний месяц март небольшой отскок наблюдается но в принципе по квартально цифры вы видите на экране что касается российской перевалки то в принципе за первый квартал нельзя сказать что как бы в первом квартале мы увидели какое-то серьезное влияние наоборот отмечается рост по некоторым направлениям то есть если мы говорим про нефтепродукты то рост составил по сравнению с прошлым годом полтора процента скажем так еще тоже нет такой не было еще такого сильного влияния потому что для нас карантин начал оказывать давление начал оказывать влияние только в конце марта и мы видим что отмечается как рост перевалки по нефтепродуктам так и по нефти причем есть конечно истории направления которые выросли в большей степени есть которые в меньшей степени, но как и по нефти, так и по нефтепродуктам в Балтийском регионе, в Балтийском бассейне самый серьезный и существенный рост отмечается как по нефти, так и по нефтепродуктам. Конечно, когда мы говорим о развитии ситуации на нашем рынке, нельзя не упомянуть и посмотреть график движения цены на нефть и курсы доллара. Александр говорил как раз об этом моменте, что вот это драматичное падение цены на нефть, которую мы наблюдали в 2015-2016 году, мы в принципе достигли сейчас тех же самых уровней, но эти моменты отличаются между собой. То есть если в 2016 году и первое падение, которое еще было в 2015-2016 году, оно сопровождалось именно негативным фоном, резким всплеском внутренней инфляции, то есть мы видим с вами, как резко возрастала инфляция в 2015 году. Инфляция как раз таки росла на фоне того, что резко изменился курс рубля, и на этих новостях, на этих негативных ожиданиях также резко росла инфляция. В этом году, наоборот, мы видим, что инфляция находится в приемлемых диапазонах, в приемлемых уровнях. При этом годовая инфляция ожидается вообще очень низкой, в районе 2,5% по тем уровням, которые есть сейчас. Но когда мы говорим про нефть и про курс, мы понимаем с вами, что такой хороший показатель, который отображает ситуацию на нефтяном рынке, это нефть, выраженная в рублях. И вот средний уровень, на который мы всегда ориентируемся, это уровень 3,600. Это средняя цена, которая дает нам оптимальное понимание величины стоимости нефти, выраженной в рублях. И сейчас нефть, выраженная в рублях, находится на очень низком уровне. И здесь можно чего ожидать? То есть у нас как бы всегда два пути есть. Это либо мы ждем отскока и стабилизации ситуации на нефтяном рынке, то есть когда у нас немножко скорректируется мировой рынок, либо, наоборот, мы ждем дальнейшей девальвации рубля. Но если посмотреть на ту реакцию рубля, которая у нас была на прошлой неделе, то есть в принципе рубль начал укрепляться после хороших новостей об договоренностях ОПЕК+. Плюс-плюс теперь уже. И возможно мы не будем видеть в ближайшее время девальвации рубля, но мы увидим еще небольшой отскок по нефти. Конечно, ожидания по 40 в ближайшее время ждать пока не стоит, но хотелось бы увидеть в ближайшее время. Если мы говорим как раз-таки о курсе и о нефти, ну, нужно затронуть вопрос нефтегазовых доходов и бюджета Российской Федерации. В принципе, здесь стоит обратить внимание на следующие моменты. То есть первый момент связан с тем, как меняются бюджетные, как меняются нефтегазовые доходы за первый квартал. Да, они сокращаются, то есть если мы с вами посмотрим, какое значение у нас было в марте, 564 миллиарда рублей, но в принципе этот уровень 2018 года, то есть не произошло такого существенного драматичного сокращения нефтегазовых доходов, потому что, как я сказал ранее, мы и далее покажу, еще находились в первом квартале на таком позитиве. И вот сокращение, которое у нас было по экспортным пошинам, оно в принципе все компенсировалось ростом НДПИ и налогом на добычу полезных ископаемых, соответственно, НДД здесь включен. Небольшая величина. Но на что стоит обратить внимание? И это вот тема, которая обсуждается сейчас интенсивно, тема, касающаяся демпфера и влияния акциза, соотношения акциза и демпфера. И всегда удивляет, что, но это уже неоднократно мы об этом говорили, что когда говорят о демпфере, его, по сути дела, применяют как некий акциз. И вот дальше мы посмотрим, как он оказывает влияние на цены. И когда говорят о том, что демпфер отрицательный, что кому-то компании платят государству. Но на самом деле мы все как раз с вами понимаем, что демпфер, он включается в налоговый вычет. И он абсолютно связан с акцизом на нефть. И то есть те отчисления по акцизу на нефть, те преференции, которые идут от государства, они компенсируются демпфером. И по сути своей демпфер не должен включаться в стоимость. Но, как мы увидим далее, он, хотим мы того или не хотим, он включается в эту стоимость. Опять-таки, как я сказал, рост бюджетных, рост нефтегазовых доходов, он, соответственно, сопровождался ростом и добычи нефти, и переработки нефти, и производства тех же самых нефтепродуктов. И за первые два месяца, это январь-февраль, мы видим, что добыча нефти за первые два месяца выросла на 1,3%, и потом она скорректировалась в марте до 0,8%. Но за первые два месяца производство и переработка росли, соответственно, на 2,2%, и производство выросло на 0,5%. Причем здесь переработка, производство нефтепродуктов включает не только производство со стороны НПЗ, но также и газопереработающих заводов. То есть, в принципе, рост производства нефтепродуктов был такой на существенном уровне. И если мы посмотрим распределение по различным группам, в принципе, все группы перерастали. То есть, не было только продукта, который существенно скорректировался за инварь-февраль. То есть, мы сейчас ко второму кварталу, по большому счету, мы пришли уже к ситуации, когда те наработанные объемы, они не то чтобы залили рынок, то есть, еще нельзя говорить о том, что рынок затоварен, но, в принципе, введение карантина в конце марта, оно еще на спросе не сказалось, оно еще не сказалось на поставках. Можно ожидать влияние именно карантина и сокращения спроса на топливо в розничном сегменте именно во втором квартале. И многие уже говорят о том, что именно в начале апреля во многих регионах сократилось потребление топлив и в некоторых регионах, в Москве отмечается падение спроса на топливо в районе 20%, в некоторых регионах, в Татарстане были новости о том, что там спрос упал на 50%. То есть, в принципе, мы вот как раз сейчас, вот в этот момент, то есть, в начале второго квартала, мы как раз-таки входим в ситуацию, когда мы можем увидеть сокращение внутреннего спроса. И со стороны переработки, то есть, я не думаю, что те темпы, которые были набраны вот в первом квартале, что мы увидим во втором, потому что есть момент сокращения первичных мощностей, которые как раз-таки приходятся на апрель и на май. Максимум сокращения первичных мощностей мы увидим именно как раз-таки в этих два месяца. Возможно, плюс еще достигнутые договоренности и решения по сокращению нефти, соответственно, будет сокращена добыча, будут сокращены мощности, как-то это нивелирует рост предложения на внутреннем рынке и позволят стабилизировать ситуацию, а не залить внутренний рынок. Потому что, как мы видели с вами ранее, поставка на внешний рынок с учетом тех минимальных цен, которые есть, с учетом сокращения мирового торга, с учетом сокращения потребления, по крайней мере, в ближайшем рынке, она не то, что невозможна, но она, по сути дела, с собой будет убыточна. Такой же пример можно привести в части закрытия импорта со стороны Казахстана. То есть, если раньше избытки бензина, которые у нас были, они могли поставляться в безлежащие республики, в Казахстан тот же самый, то сейчас это окно возможностей, оно закрыто. Поэтому у переработчиков есть два варианта. Первый вариант – поставлять и затоваривать внутренний рынок, который, можно сказать, не то, что премиальный, но цены находятся на высоких уровнях. И, соответственно, поставлять за рубеж остатки, которые остаются, но выручка и маржинальность до этих поставок она будет пока невысокой. Хотя цены немножко отрастают. Что касается как раз-таки распределения продукции, то мы видим с вами, что за первый квартал, вот если по всей гамме продукции, это железнодорожные поставки, мы с вами посмотрим, то они сократились на примерно 8%, причем распределение разное, но у нас всегда есть какие-то истории на рынке, которые выбиваются из общей клеи. Это сокращение поставок мазута, с учетом того, что у нас с первого апреля появляется акциз на средние дистилляты в части, применимый как раз-таки для мазута, и мы с коллегами очень часто обсуждаем эту ситуацию и иногда со смехом говорим, что в законе написано, будь то кирпич средний дистиллят, соответственно, кирпич будет средним дистиллятом. У нас мазут теперь средний дистиллят, акциз на него начисляется. Но вот если здесь немножко дать такое небольшое ответвление в сторону, то мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас в части мазута идет такая же повторение ситуации, которую мы с вами видели по прямогонному бензину. Ну, напомню, если кто-то не помнит, что когда был введен вот этот повышенный акциз на прямогонный бензин, то многие компании находили лазейки в налоговом кодексе и, соответственно, изменением тех или иных параметров прямогонного бензина выводили прямогонный бензин из классификации и не применяли к нему акциз. И когда налоговые органы обращались с тем, что необходимо компенсировать недоуплаченные акцизы и, соответственно, недоуплаченные НДС, компании предъявляли паспорта качества, где четко отображали те параметры, температуру начала кипения, как один из факторов, и говорили о том, что вот видите, у нас температура кипения не 30 градусов, а 29,5, либо 28, соответственно, это уже не прямогонный бензин, он не попадает под категорию науру кодекса, и мы акциз заплатить на НДС. Сейчас мы видим абсолютно повторение такой же ситуации и с мазутом, и, в принципе, это неудивительно, потому что, если мы посмотрим с вами базовую ставку на мазут, она оставляет в районе 9 тысяч рублей, плюс-минус, то к этой базовой ставке у нас еще добавляется с вами демпфирующий компонент, который увеличивает акциз на мазут практически до 18 тысяч рублей за тонну. Таким образом, включение этого акциза в стоимость мазута привело бы к его не то что двукратному, трехкратному, а иногда более существенному росту. То есть у нас получается, что налоги на мазут, они выше и больше, чем стоимость самого мазута. Таким образом, если мы с вами посмотрим на поставки, мы видим, что есть, отмечается небольшое сокращение поставок по продуктам, но если посмотреть более предметно, посмотреть, обратить внимание именно на нефти, вернее, на топливо, бензин, керосин, мазут и дизельное топливо, то есть сокращение, оно незначительное, 2%, причем сильнее всего сокращается мазут, как я сказал, скорее всего, это связано с тем, что велось по другим категориям либо по другим названиям. И если мы посмотрим с вами именно март месяц, то именно в марте происходило уже существенное сокращение поставок на внутренний рынок, и мы видим вот этот вот всплеск, рост поставок в экспортное направление. То есть на 4,5% сократились поставки на внутренний рынок. Понятно, что это только поставки железнодорожным транспортом, мы сейчас не говорим про трубные отгрузки, но они, в принципе, характеризуют как раз-таки состояние рынка. И керосин сильнее всего просел. По бензину мы видим 1%, то есть уже в марте прирост по бензину был небольшой, дизельное топливо чувствовало себя получше. И если посмотреть именно структуру поставок на внутренний рынок, то есть вот до этого мы с вами видели эту структуру за март по всем продуктам, по всем направлениям, то вот это поставки на внутренний рынок. 4,5% в марте сокращение поставок по трем продуктам и уже просели все. То есть вот уже март стал таким вот предтеча той ситуации, которую мы будем видеть во втором квартале. Если говорить про потребление и про те ожидания, которые озвучивают и участники рынка, и озвучивают регулирующие органы, то давайте с вами посмотрим пример Китая. То есть мы видели с вами, что Китай самый первый, как инициатор всей этой ситуации, он самый первый вошел именно в карантинный режим. И если посмотреть на графики числа заболевших и на развитие этой ситуации, то в принципе середина, где-то начало середины января, это именно начало влияния на рынок ситуации с коронавирусом. И примерно все это продлилось до того, как в Ухане открыли уже сообщение, можно сказать, что это три месяца. Таким образом, если мы сейчас находимся перед самым пиком этого роста сокращения, то можно ожидать, что скорее всего оно продлится около трех месяцев. То есть сейчас в марте уже мы видим, что начались сокращения поставок. И перед началом автомобильного сезона, то есть как раз тогда, когда у нас больше всего росло потребление топлива, это майские праздники, конец апреля, начало мая, и уже ближе к лету, то есть начинается автомобильный сезон, а мы наоборот сейчас увидим падение спроса. Причем оно будет зависеть от падения спроса от времени, сколько у нас будет продлиться карантин. То есть продлится он месяц, два, то есть мы не знаем еще сколько это будет продолжаться ситуации. Соответственно, цифры ориентировочные, насколько упадет спрос на моторное топливо, примерно 30%, причем, как я уже говорил ранее, мы с вами прекрасно понимаем, что керосин находится немножко не то, что в другой категории, но на него будут оказывать влияние еще и другие факторы. То есть в первую очередь это то, как будет развиваться ситуация во всем мире, соответственно, как быстро откроют границы, как восстановиться, насколько быстро будет восстановление туристического сегмента, потому что в принципе, даже когда только вводился карантин и во всем мире развивалась эта ситуация, сначала все говорили, вот где-то до мая, до июня будет всего будущего карантин и потом уже говорят о том, что нет, давайте отменять командировки, отменять поездки, то есть в принципе уже где-то сентябрь месяц доберется таким вот ориентиром, до вот этого периода не будет авиасообщения. То есть мы с вами понимаем, что именно керосин в данном ключе, в данном случае он пострадает больше всего, потому что дизельное топливо используется автотранспортом внутри страны, для перевозок, то есть все не так сильно на нем это скажется. Бензин, да, просядет, розничный сегмент, но керосин в рамках всего мира и в нашей стране, то есть он пострадает больше всего. Если мы говорим о ценах, конечно же, стоит обратить внимание на нетбэк, он просел, вы все это видите, все отслеживаете эту ситуацию. Здесь важно отметить следующее, что именно изменение цены мировой по всем продуктам, оно для нас в части нетбэка компенсируется, конечно, падением рубля, сокращением рубля, то есть вот эта составляющая рублевая, она немного компенсирует вот этот рост мирового рынка, но в принципе даже вот эти уровни, которые вы видите на графике за 2020 год, это уровни средние за 4 месяца, то есть 3 месяца полных и начало апреля, а цифра, которая в 2021 год, это еще большее сокращение, это в принципе те форварные кривые, которые мы сейчас видим, то есть в 2021 году ожидается, что цена еще будет низкой и восстановление по форварным кривым ожидается только в 2022 году, то есть вот это давление сейчас на и форварные кривые, и на мировые котировки, и на нетбэки, оно будет сохраняться еще, я думаю, что, как сказал, третий квартал, мы еще это давление увидим. Если мы посмотрим, как меняются цены, в данном случае взятые именно территориальные индексы основных нефтепродуктов, то сокращение, которое в последние месяцы видно на бирже по всем продуктам, оно, конечно же, значительно отличается от динамики нетбэков. Если мы посмотрим с вами мазут, то в принципе мазут, да, просеял тоже достаточно существенно, вот скорость падения я покажу чуть позже, но опять-таки вы видите, как меняется керосин, то есть керосин идет очень плотно за нетбэком, и провал по керосину очень существенный. И вот давайте обратим с вами внимание на то, как себя чувствует бензин, дизельное топливо, и то, о чем я говорил в самом начале по поводу демпфера. Сейчас ситуация, когда демпфер по своей сути представляет собой некий аналог акциза, то есть он повышает, он как бы не включен у нас в нетбэк, потому что абсолютно это демпфер относится именно к налоговому вычету и участвует в акцизе на нефть и вычет на переработчиков, но если мы возьмем нетбэк и добавим сюда демпфер, мы увидим, что в принципе наши котировки находятся в абсолютном рыночном уровне, то есть российские котировки компенсируют тот демпфер, значительный, существенный, отрицательный демпфер, то есть и по бензину, и по дизелю, и в принципе будут цены стабильные, и я думаю, как всегда происходит на рынке, что при изменении цен на нефть на мировом рынке у большинства населения возникает всегда вопрос, как так, нефть падает, цены стабильны, и уже многие аналитики устали это объяснять, что такая существующая налоговая система, существующие правила, существующие демпферы, они не позволяют цене сокращаться при изменении мировой конъюнктуры и не позволяют цене сильно расти. Если мы с вами вспомним изначально, когда водился демпфер, там была очень интересная ситуация, связанная как раз таки с тем, когда демпфер начинает работать и когда он отключается. И раньше был коридор, коридор движения цены, то есть было условие, что если цена на рынке вырастает больше, чем на 10%, в данном случае про бензин, например, больше, чем на 10%, то демпферочная отбавка обнуляется. И при падении цены средней российской ниже, чем коридор 10% относительно установленного уровня на этот год, то демпфер тоже обнуляется. То есть сейчас отменена вот эта нижняя граница, то есть получается для того, чтобы демпфер отключился, то есть цена должна вырасти. Понятно, что в нынешних условиях она вырасти не может, потому что тут же включится у нас ручной режим и как бы нет смысла пока сейчас цены поднимать. Но с другой стороны и нет смысла цены опускать. Таким образом, видим, что такой вот стресс-тестирование той системы, которая изначально была задумана. Я напомню вам, даже на одном из наших мероприятий в конце года мы когда обсуждали демпфер и движение цены, представители регулирующих органов они говорили, что да, это как раз то, чего мы хотим добиться. Мы хотим добиться того, чтобы цены были всегда стабильными. То есть есть вот индексируемый уровень установленной цены и соответственно цена не должна сильно расти, не должна сильно падать. То есть сейчас мы видим как раз, что они не падают. Но здесь вытекает сразу второй момент, вторая проблема, это как раз таки импорт. И вот как бы удивительно, да, пока гром не грянет, стадик не перекрестится и сейчас, то есть пока вот не начались поставки, не начались продажи белорусского бензина на бирже и поставок из других стран, то есть этим вопросом не задавались. То есть опять-таки, как я сказал ранее, у нас получается, что демпфер это своего рода такой квази-акцинс, но он не включается в стоимость импортного продукта и как бы не должен включаться, потому что этот демпфер рассчитан на переработчиков. Таким образом, приходится в таких вот ситуациях, которые мы наблюдаем сейчас, включать какие-то запретительные, заградительные механизмы, которые будут блокировать импорт автомобильного бензина. С другой стороны, мы с вами как раз понимаем, что такими запретами, вот таким вот затыканием дыр это не самый лучший механизм, это не рыночный механизм. То есть возможно, когда открывается такое арбитражное окно и есть какие-то поставки из-за рубежа, возможно, для некоторых регионов, я там не говорю, о центральной части России, если говорить о Дальнем Востоке, это было бы хорошим решением для стабилизации цен на этом рынке и позволило бы немножко сбить котировки, сбить цены в этих регионах. Но сейчас, если будет принято решение о том, чтобы запретить импорт, конечно, для этих регионов и для тех регионов, которые находятся на границе с возможными поставщиками, это, конечно, будет негативно. Если мы с вами посмотрим, как сменялась скорость котировок, то, конечно же, очень драматичное падение в марте по всем продуктам, но сейчас вот это вот падение, оно замедлилось по нетбеку, но по внутреннему рынку вы видите, что нет такого серьезного падения, то есть вот скорость примерно сокращения, которая была в марте, в апреле, там 4-2%, то есть не более 10%, она также сохраняется. Возможно, по результатам апреля мы также увидим вот это вот небольшое сокращение, которое будет затем в мае уже притормозиться. И я не думаю, что стоит ожидать опять-таки продолжения такого существенного падения нетбеков, то есть именно в части мировых цен. Я думаю, что будет небольшая стабилизация нетбеков на тех уровнях, которые сейчас есть, и весь рынок будет ожидать дальнейшего развития ситуации в части ОПЕК, и какой-то второй квартал в части цен именно стабилизации уровней, я думаю, мы увидим. Как всегда, вопрос, как себя чувствует российская розница в свете этих событий, просто график сравнения, что наши цены потихонечку, как всегда, прирастают плавно, плавный рост, такой хороший, вот черная линия посередине. И вот Соединенные Штаты и остальные рынки, мы видим, какие они волатильные, но к этому люди уже там привыкли. У нас вот стабильный рост, к этому тоже еще не привыкли, но я думаю, что бы такая волатильность, которую бы мы видели, если бы мы ее видели как на американском рынке, она тоже мало бы кому понравилась, хотя тоже вопрос спорный. И в качестве заключения я хотел сказать, что в текущей ситуации и вот с этим еще никогда не сталкивался наш сегмент, наша отрасль, что падение спроса наблюдается по всем продуктам. То есть нет какого-то продукта, скажем так, защитного продукта, к которому можно было бы резко уйти, либо думать о том, что диверсикация по корзине, она бы спасла бизнес, спасла бы маржу. То есть та идея даже, которая была у большинства переработчиков о том, что диверсикация продуктов в части производства, нефтехимии, позволит именно нивелировать эти негативные эффекты, но это краткосрочный такой форс-мажорный, такой форс-мажор, который сказался на всех продуктах, и в том числе на нефтехимии. То есть нет защитного продукта. Но есть защитные не то что рынки, а защитные регионы, за которыми нужно следить и смотреть, кто быстрее будет выходить из этой ситуации, у кого быстрее будет восстанавливаться промышленное производство и потребление топлива. Мы с вами видим, что в принципе азиатский регион начинает потихоньку отходить, и спрос на топливо будет расти в этом регионе. Поэтому вот как вот лавинообразно мы увидели распространение коронавируса и всего этого негатива с Азии до Америки, таким образом мы с вами увидим, как я надеюсь, и восстановление экономики именно тоже с азиатского региона до Америки. Поэтому изменение торговых потоков, изменение поставок, поиск регионов, куда можно поставить тот или иной продукт, распределение поставок по внутреннему рынку и на экспорт. Я думаю, что сейчас от ваших маркетинговых департаментов, стратегических департаментов работы прибавится, и нужно будет искать именно какие-то истории, какие-то рынки, где будет достигнуто больше маржинализма. Поэтому, коллеги, я думаю, что мы только-только находимся, как я уже неоднократно говорил, перед началом тяжелого квартала, и я хочу пожелать вам открыть глаза шире, смотреть, работать из дома тяжело, но искать пути выхода из этой ситуации. Я надеюсь, что карантин продлится недолго, и российский рынок, и мировой рынок стабилизируются. Спасибо. Спасибо, Саша. Переходим к вопросам. Россия взяла на себя обязательство сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Нужно ли из этой квоты отнимать объем производства конденсата в Российской Федерации для расчета общего объема снижения? Вероятно, к Саше Вершову. Здесь... Да, я понимаю. Здесь сложный момент такой. Он даже не то, что сложный, он хитрый. Я не знаю, как будет в этом новом пакте. Как вы знаете, в предыдущем соглашении конденсат не учитывался. И Россия постаралась это использовать. У нас объем добычи конденсата немаленький. Поэтому мы и в статистике отделили конденсат. Он, собственно, всегда был отделен. И было разъяснение от Минэнерго, что конденсат не учитывается, поскольку это все-таки не нефть. И таким образом можно какую-то часть рынка себе будет сохранить, хотя в абсолютном выражении его объем не так велик. Поэтому подытоживаю, скажу, что про новое соглашение это неизвестно. Если сохранятся условия, которые были до того, то конденсат будет учитываться отдельно. Следующий вопрос Мексика. Уточните, в чем реально сработал хитч Мексики и почему на фьючерсах постановочных такая разница между контрактами форвард? не совсем понимая, о чем идет речь с работой фьючерс Мексики. Вероятно, речь о каких-то бумажных контрактах, связанных с участием Мексики в данном соглашении. Но как мы знаем все, в итоге Мексика взяла на себя небольшую часть, остальное принял по его словам Трамп, то есть Америка. Здесь есть тоже хитрость, потому что когда об этом зашла впервые речь, то Трамп оговорился, да, мы сократим на эти 300 тысяч и добавил, да, мы уже это сделали. Иными словами, возможно, он имел ввиду органическое естественное сокращение, которое уже произошло. И считать его выполнением условий или не считать, это еще большой вопрос. Поэтому пока неизвестно, будет ли вот это сокращение каким-то дополнительным или все-таки Америка захочет зачесть как бы себе снижение с уходом исландцев производителей. А есть ли у России мощности для хранения нефти? Возможно ли хранить некоторые объемы нефти в России? Собственно говоря. Значит, как таковых больших резервуарных парков для хранения нефти в России нет. Главное хранилище для нефтяных ресурсов это система транснефти и резерв совокупный это госсекрет поэтому мы не можем его называть. Есть, конечно, промысловое хранилище, есть Росрезерв, то есть есть портовый какой-то объем хранилищ, но все это достаточно быстро заполняется и говорить, что мы можем сколько-нибудь долгий срок продержаться, закачивание в хранилище не приходится. В качестве хорошего примера можно взять кризис прошлогодний с загрязнением нефти на дружбе корорганикой. Мы видим, что это как раз произошло ровно год назад, началось в апреле и в июне добыча упала на исторический минимум просто потому, что экспортные маршруты на дружбе были заполнены грязной нефтью, экспорт подружно пришлось останавливать и альтернативных мощностей было недостаточно, соответственно, выйти из положения при помощи хранилищ не получилось. Поэтому не думаю, что в данном случае ситуация будет лучше с хранением. И к Александру Шкурину вопрос. Каков ваш прогноз по снижению объема переработки Российской Федерации в мае? Впрочем, как бы из-за того объема сокращения в связи с локдауном из-за падающего спроса, не учитывая плановые ремонты? Точных цифр я думаю, сейчас не сможет назвать никто, потому что сокращение будет, оно будет вызвано не только ремонтами, но, соответственно, падением спроса. И, как я сказал, падение спроса только-только началось. И восстановление рынка, мы не видим восстановления рынка V-образного на мировом, мировых цен и, соответственно, и в России. Поэтому здесь скорее компании будут принимать решения о загрузке мощностей, но то, что они будут ниже уровней прошлого года, я могу точно сказать, что это однозначно. Вопрос в том, как будут распределять компании вот эту загрузку по различным заводам, в каких регионах больше с ней сократиться, в каких регионах меньше. Это вот, да, это вопрос. Потому что, смотрите, как я говорил ранее, падение спроса, оно в каждом регионе свое. Где-то население лучше выполняет условия карантина, где-то хуже, где-то транспортные коридоры находятся и, соответственно, есть спрос на дизельное топливо больше, чем в соседнем регионе. Поэтому именно от спроса, по моему мнению, должны шагать сейчас переработчики. И опять-таки, не только от спроса на внутреннем рынке, но и на внешних рынках, и плюс от цен на нефть. То есть, по большому счету, здесь будет такая некая задача оптимизации по выручке. То есть, что будет проще и выгоднее сейчас поставить больше на переработку, увидев, какие высокие цены, но при этом затоварить рынок и найти рынков сбыта в условиях падения спроса, либо отправить это все на экспорт, либо, опять-таки, не перерабатывать, а поставлять саму нефть. Поэтому точных цифр назвать сейчас невозможно, но будет сокращение по сравнению с прошлым годом однозначно. Прокомментируйте, пожалуйста, два близких рынка, прежде всего, по СУК, а также жирного, природного газа. Да, по СУК, так же, как и по другим продуктам, мы видели сокращение цен, причем котировки на Бресте просили значительно именно как раз уже в конце марта, да, да, было очень сильное падение по Бресту. И я думаю, что ситуация будет так же развиваться, как и с моторным топливом. То есть здесь нельзя сказать, что это тоже защитный продукт, который, к которому можно перейти. Спрос падает по всем продуктам и по моторным топливам. И в СУКе здесь не исключение. Будут ли они восстанавливаться быстрее, либо менее интенсивно? Я думаю, что корреляция и восстановление, то есть корреляция спроса и восстановления будет наподобие с бензином. Поэтому все рынки просели, все топливо просели, в том числе и СУКе. Здесь еще по СУКам, конечно же, вопрос, как в текущей ситуации увидим ли мы изменение налогового кодекса в части акцизов на СУКе, как будет развиваться ситуация. Понятно, что это не сейчас будет вводиться, это потом, но все равно это тоже ожидание, это тоже участники рынка будут за этим следить, смотреть, как будет развиваться ситуация. Но опять-таки повторюсь, я не думаю, что СУКи будут рубиваться из общего тренда и как-то отличаться от самих моторных топов. что касается жирного природного газа Александр Яшов. Не слышно, Сашу. К следующему тогда вопросу. Достаточно ли будет процента сокращения добычи России? Да-да, Маша, я... Сейчас, секундочку. Ага. Окей, окей. Тогда не спешу. провал небольшой со связью. Какой вопрос был? Жижный природный газ. Какие ваши прогнозы? Да-да, это очень важный момент. Я хотел даже остановиться на нем презентации, но не стал, потому что не было каких-то ясных сигналов рыночных. Дело в том, что перед началом вот этой ценовой войны, так называемой, и общим снижением котировок было острое достаточно противостояние по поводу газа. Все помнят Северный поток и совершенно агрессивное просто на грани между политикой экономикой продвижения интересов американского жижного газа для его продажи в Европе. Для Америки падение цен на энергоносители это закрытая дорога для ЛНГ в Европу, потому что всем известно, что газ американский, ну, любой жижный газ, привозимый морем, он обходится дороже трубопроводного, его ценность в спотовых характере сделок, когда можно купить быстро и ровно столько, сколько нужно и привезти туда, где есть терминал, в отличие от трубного газа. Поэтому мое мнение заключается в том, что такая активность лично Трампа и вообще решки новой сделки ОПЕК и возврата к росту цен на нефть, это в значительной мере еще и поддержка интересов производителей жижного газа. Как только цены подрастут, то он сможет опять поступать в Европу и это будет рентабельно. пока цены такие низкие, американский газ в Европу не отступает, по крайней мере экономически это не оправданно. И соответственно интересы страдают интересы его производителей. Достаточно ли будет процента сокращения добычи России и в то же время ситуации на внутреннем рынке? Нет ли риска залить нефтью внутренний рынок? Поскольку многие склады нефтебазы на данный момент уже загружены. При этом спрос и на внутреннем рынке резко упал. Это как наверное Александр Шкурин вопрос по внутреннему рынку. Я думаю что как раз Александр и сказал в предыдущем ответе что нет таких инвестий для запасов для хранения нефти. Соответственно какого-то затоваривания с учетом падения переработки просто физически мы не должны увидеть. Здесь ситуация патовая. С одной стороны есть сокращение ОПЕК, есть падение внутренней переработки, есть внешние рынки. Я думаю что в данном ключе все равно как неким буферным окном выхода излишков это все равно будут экспортные рынки. Вопрос какие будут спреды как дальше будут развиваться как дальше будут выглядеть котировки это уже другой вопрос. Но мы не сможем затоварить рынок. Если нет спроса если нет переработки если она стоит мы не можем эту нефть упаковать и хранить ее в ожидании контанга. Эта ситуация к сожалению большому наверное мы не увидим. Поэтому все излишки которые будут они пойдут на экспортное направление. Ваши прогнозы по цене на нефть если это возможно и влияние этой ситуации ценовой на бюджет России в текущем году. Юрлс бренд соотношение дисконты Саша Ершов Александр и влияние этих цен на бюджет России Юрлс бренд и дисконт Дисконт сейчас где-то 3.90 на юге и 3.70 на севере то есть скидка довольно большая но в целом Юрлс как сорт чувствует себя хорошо потому что в нем высокое содержание средних дистиллятов и это продукт который сейчас пока пользуется спросом то есть для Юрлс никакой специфической угрозы пока я не вижу если Глеб у нас на связи то может быть он добавит Глеб ты нас слышишь? Глеб есть ли возможность подключить? Глеб слышит но не говорит ну в общем ситуация в целом вот такая то есть общая динамика и надежда на контанго на рынке справедлива и для Юрлс но в той же степени справедливо что затоваривание от которого страдают другие сорта от него же страдает Юрлс сейчас последний вопрос остальные оставим на вторую часть вот очень я думаю актуальный вопрос есть ли какие-то надежды ожидания корректировки параметров налогового маневра сейчас я думаю что не стоит на это надеяться по одной простой причине уже мы проходили этапы когда необходимо было скорректировать налоговый маневр когда необходимо было скорректировать налоговое законодательство если вспомнить 18-й год резкий рост цен текущая ситуация я не думаю что это поведет коллектировки скорее всего будут приниматься вот такие решения в части как я говорил ранее запрета на импорт топлив чтобы защитить внутренний рынок но корректировать текущую этот демпфер судя по тем восторженным откликам восторженным заявлениям которые мы увидели в конце 19-го года когда многие представители регулирующих органов просто говорили о том что это замечательная система которая позволяет в автоматическом режиме регулировать весь рынок и что система действует она работает а то ручное управление которое мы видели ну его не было оно вроде как бы и было но его не было но зато совсем справился демпфер поэтому и сейчас по большому счету если население устраивает цены то есть все возмущаются и так же это все пройдет если мы не увидим серьезного затоваривания рынка если компания ну мы в принципе уже видим во многих регионах идет сокращение цены в рознице то есть если они хотя бы дальше начнут понемножку сокращать цены в рознице то в принципе ситуация будет позитивная для отрасли для страны и никому не придет в голову что-то менять то есть мы с вами понимаем что вот эти отчисления и демпфер при падении мировых котировок в текущей ситуации что это именно есть такой баг да если говорить таким термином айтишников то есть это баг в расчетах баг в самой системе и когда говорят о том что как бы вот эта система создана она должна работать в каком-то неком диапазоне цен на нефть а вот извините вот тут мы вылетели и она не работает конечно же это плохо но это не настолько плохо чтобы сейчас носить какие-то изменения поэтому еще раз повторюсь в ручном режиме могут запретить импорт могут еще вводить какие-нибудь запретительные меры регулирующие меры но кардинального изменения текущего законодательства и демпфирующего механизма я не думаю что стоит ожидать как бы нам этого не хотелось и такого же нам не стоит ожидать сокращения акцизов хотя опять-таки вот акциз это гибкий инструмент который может и мы видели да как он себя повел в 18-м году который бы позволил бы сейчас сократить налоговую нагрузку не только для переработчиков но и пропорционально уменьшить цены на внутреннем рынке для того чтобы промышленность и население да меньше затрачивали там ресурсов недостающих в текущей ситуации для закупки того же самого топлива и когда например ситуация начала бы потихоньку выходить нормальное русло было бы как кажется нам всем было бы разумно сократить акцизы хотя бы там на один квартал для того чтобы помочь промышленности и внутреннему рынку но я уверен что на 99% уверен что скорее всего этого сделано не будет даже вот в части акцизов не говоря уже про изменение демпфера можно я добавлю поскольку достаточно много часто заходит речь о том что ситуация изменилась и нужен пересмотр законодательства мне кажется что единственное что может заставить подтолкнуть такому пересмотру это боль боль может быть только от отсутствия денег отсутствие денег продиктовано может быть вызвано снижением цен до того уровня когда нет НДПИ и нет экспертной пошлины мы знаем шкалу да поэтому если цены будут вопреки усилиям всех низкими то мне кажется вероятность каких-то налоговых действий со стороны государства очень велика просто весьма вероятно все остальное высокие цены на бензин проблемы переработчиков и прочие вещи никого абсолютно не волнуют и волновать не будут поэтому источником каких-то решительных действий могут быть только низкие цены и потеря налогов соответственно все помнят социальные плакаты пожалуйста заплатите налоги вот мне кажется из этого надо исходить спасибо огромное докладчикам обращаясь к аудитории мы сейчас переходим к опросу посмотрите пожалуйста наши опросы и начинаем онлайн голосование итак первый вопрос как повлияет глобальная сделка по сокращению добычи на мировые цены на нефть во втором квартале понизится повысится или никак небольшая пауза для ваших ответов итак второй вопрос как изменится спрос на нефть во втором квартале двадцатого года вырастет или упадет и наконец третий вопрос верите ли вы что Россия реально сократит добычу на два с половиной миллиона баррелей в сутки сократит не сократит сократит и даже больше ждем ваших ответов итак результаты первый вопрос как повлияет глобальная сделка по сокращению добычи на мировые цены на нефть во втором квартале никак большинство 51% второй вопрос как изменится спрос на нефть во втором квартале упадет 84% и третий вопрос верите ли вы что Россия реально сократит добычу на два с половиной миллиона да большинство ответило сократит 62% итак возвращаясь к вам с огромной просьбой заполнить анкету анкета находится на панели где question and answer это можно будет сделать в течение нашей второй сессии а сейчас переходим к второй части нашего вебинара панельной дискуссии мы поговорим о сценариях развития российского рынка нефти и нефтепродуктов первый наш вопрос Россия и ОПЕК как будет дальше развиваться сотрудничество в рамках ОПЕК плюс я обращаюсь за комментарием к Александру Ешову а также к Алексею Дебелову партнеру EFP Wealth Solutions ждем ваши доклады небольшие пожалуйста Саша Ешов спасибо мне кажется что взаимоотношения с ОПЕК будут в большой степени зависеть от того насколько все стороны строго подойдут к выполнению обязательств мы знаем что в прошлом ОПЕК не очень соблюдал собственные квоты хотя последняя сделка выполнялась достаточно строго кроме того есть некоторые хитрости которым прибегала и Россия и Саудовская Аравия а именно от какого уровня считать то есть саму величину сокращения можно отсчитывать от некоторой средней величины добычи а можно от пиковой как это делалось и в 16-м году как сейчас хочет сделать Саудовская Аравия в этой сделке в общем делал как обычно в деталях и если стороны сумеют все эти нюансы согласовать и будут как и в предыдущий раз строго выполнять условия то взаимоотношения можно назвать вполне конструктивными но при всем том я бы не сбрасывал вот это последствия чисто эмоциональные разрывы которые произошел в марте партнеры на Ближнем Востоке это непростые партнеры поэтому в зависимости от того что то именно произошло на чисто личном уровне могут быть и решения сделанные впоследствии сейчас конкурсного договора и действия совместные или сепаратные в общем если говорить просто я бы сказал не надо обманывать и хитрить и тогда все будет нормально Алексей пожалуйста если возможность подключиться Алексей Дебилов партнер FP Wealth Solutions ждем вашего ответа ответа тогда мы переходим к следующему вопросу спрос на нефть и нефтепродукты под влиянием распространения коронавируса вызовет ли низкий спрос на нефть и нефтепродукты дальнейшее снижение цен на нефть жду ответа от Кирилла Кунынова старшего аналитика центра экономического прогнозирования Газпромбанка Алексей Дебилов пожалуйста спасибо большое пожалуйста что касается стратегии стороны возможности договороспособности России и Саудовской Аравии в будущем то ну надо понимать что то что произошло в марте это был вызов брошенный Саудовской Аравии Саудовская Аравия заранее до этого не объявляла цены которые должна была объявить очередных поставок заранее за неделю минимум подготовила свои мощности возможному увеличению добычи и стратегически то есть они пришли вот так практически с ультиматумом и стратегически это был такой попытка развязать войну на истощение вопреки названию война на истощение не ведется до истощения она ведется до капитуляции одной из сторон например от Трампа Китая торговая война это реально такой пример из практики недавнего войны на истощение где стороны уже через меньше чем полтора года действия начали искать эти договоренности Россия на самом деле в такой войне выглядит сильнее Саудовской Аравии у нее лучше сбалансирован бюджет профицитный при нефти 45 долларов в то время как Саудовская Аравия сильно дефицитный минус 6 лишних процентов ВВП при цене 58 долларов а сбалансирован только при цене 80 с лишним кроме того Россия может девалировать рубль и тем самым улучшить экономику как нефтедобычи так и выполнения социальных бюджетных обязательств во что это на самом деле упирается Саудовская Аравия так вот сделать не может и жесток в 98 году когда она наказала ту же Венесуэлу пригнав пару танкеров в Мексиканский залив с нефти по 4,5 доллара за баррель такого с Россией не получится резервы у России больше бюджет лучше население растет меньше и менее избаловано к своему сожалению Саудовская Аравия плюс это доступ к долговому рынку но вот если бы эта война реально затянулась то сила была бы не на стороне Саудовской Аравии и на самом деле конечно была война на истощение США из США это очень быстро поняли сенатор от Техаса прямо сказал Саудовцам что они объявили войну Техасу и что так делать не надо Техас стратегически важный штат сейчас в этот выборный год это Сулинстейк в Америке который может оказаться второй по моему или третий крупнейший по количеству делегатов выборщиков который может оказаться либо на стороне республиканцев либо на стороне демократов там огромная занятость в нефтяном секторе связанном с НИИ секторах транспорт услуги и так далее и понятно что любой удар по сланцевой добыче является большим ударом по экономике именно этого штата и вызывает большое недовольство и Саудовская Аравия указать на место легче чем в России здесь потому что Саудовская Аравия поставляет не в США Россия не поставляет Саудовская Аравия имеется БПЗ в США на которую поставлять нет Россия не имеет и против Саудовская Аравия поэтому легко может принудить американское законодательство против Дембера поэтому в России здесь появился неожиданный союзник который сказал что Саудовская Аравия что так делать не нужно и застал переговор обратно это очень хорошо здесь Дональд Трамп фактически действует в своих интересах здесь все на самом деле в своих интересах что правильно он помогает стабилизировать нефтяной рынок то есть с одной стороны конечно дешевая нефть хороша для потребителей но США достаточно сейчас по нефти поэтому плюс-минус для них все равно по балансу а вот раз для работников нефтина отрасли очень даже не все равно здесь позиция российской делегации в марте была логична то есть рубить хвост собаки по частям смысла не имело как-то сокращать добычу и достигнутый результат переговоров на самом деле для России достаточно приятен насколько это может быть приятно в этой ситуации когда у вас предыдущие квоты на добычу декабрьские были 10,3 сейчас они сократились на 1,8 миллиарда баррель 18% в среднем по договаривающейся стран сокращения 23% и в СССР такое сокращение только в России то есть Россия здесь получила лучшую часть сделки потому что участие России было нужно в СССР больше чем наоборот как это будет выглядеть дальше я согласен с Александром того насколько стороны смогут соблюдать дисциплины с этим были проблемы в прошлом и конечно это сложно для особенно стран для которых нет такого подхожного запаса как у России и СССР для которых экспорт нефти может быть вопросом выживания и каких-то стран типа Венесуэлы это может стать ответом на вопрос выживания не правительства надо понимать что новая парадигма она кризисная поэтому временная даже скорее всего короче чем обозначенные в дней два года фактически это модель то что мы видим по коронавирусу это модель сглаживания пика есть производство которое сложно останавливать есть спрос который упал по причинам коронавируса плюс регуляторных мер правительств и соответственно между ними большой разрыв который целиком устранить по разным оценкам в апреле разрыв может достигнуть до 25 миллионов баррелей в день это по отличающей мировой добычи конечно это большое сокращение которое не покрывается текущим которое не будет покрываться дополнительным сокращением субытием естественным от тех же штатов и других высокозатратных добытчиков задача чтобы сократить часть этого предложения с тем чтобы оставшуюся часть несколько месяцев можно было закачивать в доступные хранилищи на начало года свободных хранилищей было немного меньше 1 миллиарда баррелей по нефти если смотреть в основном США и Китай здесь данные немного меньше миллиарда баррелей по нефтепродуктам и еще часть танкеров которые будут простаивать суммарный объем от Афромакса до БелСС порядка 4,5 миллиарда баррелей по данным арестат агентства но основная часть будет задействована перевозка поэтому можно будет воспользоваться только где-то 4-5 частью этого флота что уже делается стоимость фракта выросла в 10-15 раз в зависимости от направления потому что нефть танкера берутся под то самое большое контанте когда нефть можно сейчас купить дешево загрузить в танкеры сейчас же продать в будущем по значению более высокой цене 42 доллара за баррель бренда конец 21 года поэтому что сейчас нужно сказать высокая очень высокая неопределенность потому что спрос зависит от ситуации с коронавирусом правильные меры приняты в связи с этим выстроена схема принятия решений где активным стимулирующим агентом является США и это в случае чего мы надеемся позволит дополнительно принять экстренные меры в будущем если они понадобятся то что после такого крупного громкого разрыва стороны серии за стол переговоров через месяц быстро обо всем договорились это повторюсь заслуга президента Трампа это хорошая часть структуры что будет дальше время покажет понятно что когда спасибо большое ну да завершусь следующий наш вопрос спрос на нефть и нефтепродукты под влиянием распространения коронавируса вызовет ли низкий спрос на нефть и нефтепродукты дальнейшее снижение цен на нефть Кирилл Кононов старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка добрый день еще раз слышно меня отлично отлично я лучше скажу прогноз на второе полугодие по Юрлсу это примерно 25-30 по бренду скорее всего на 3-4 доллара выше относительно текущих цен текущего уровня цен который в последние дни наблюдался примерно 31 по бренду наверное особых изменений не будет если брать среднюю цифру по полугодию и наверное немножко объясню почему так особенно с учетом того что некоторые коллеги я видел закладывают достаточно высокий высокое становление спроса свои прогнозы а у нас его нету и соответственно до конца года цены нефти остаются сравнительно низкими мы полагаем что не стоит при прогнозировании смотреть только на коронавируса и его последствия за последние два месяца на фондовых рынках в первую очередь американском было рекордное падение и оно произошло в принципе в первую очередь вследствие коронавируса но само по себе несет последствия экономические мы полагаем что снижение спроса будет сравнительно выраженным и не восстановится в третьем квартале снижение спроса в экономике в целом соответственно это влияет и на спрос на нефть поэтому цены останутся низкими если кратко у меня все спасибо следующий наш вопрос о сценарии развития мировых и локальных рынков нефти и нефтепродуктов вопрос к Александру Шкурину руководителя отдела анализа и маркетинговых исследований рефиницы здравствуйте еще раз по предыдущему вопросу небольшой комментарий вы наверняка сейчас все заметили что мы никто не знает сколько продлится вот этот сокращение спроса на нефтепродукты опять-таки когда мы смотрим на ситуацию мы видим можем в качестве такой реперной точки в качестве такого бенчмарка брать именно азиатский регион почему я именно и говорю о трех месяцах почему я именно и говорил о том что по моему мнению по оценке сокращение придется максимально на второй квартал и потом в третьем квартале можно ожидать восстановления и те низкие ожидания которые предыдущий докладчик озвучил в принципе здесь вот влияние обратной связи так сказать то есть можно уже говорить о том что текущие цены они уже учитывают весь негатив который ожидается потому что биржевые котировки и рынки они быстрее реагируют на ситуацию то есть они уже закладывают те риски которые видят поэтому вот это падение вот этот уровень 30-31 за бренд это уже уровень который учитывает то замедление экономики и то замедление спроса поэтому вот ожидать ситуации когда сокращение потребления будет дополнительно опускать цены на нефть не стоит единственное что может быть это именно игра биржевых игроков то есть когда выходят новости о запасах и какие-то фуктуации какое-то увеличение волатильности на этих новостях может быть но фундаментальное изменение цены на новостях о сокращении спроса я не думаю что это стоит ожидать что касается сценариев развития мировых рынков то опять-таки мы увидим восстановление с азиатского региона и спрос на продукты спрос на топливо и нефтепродукты будет именно со стороны этого региона затем восстановление будет развиваться по всему миру по мере выхода из карантина и соответственно восстановление экономики в каждой отдельной стране возможно конечно повторная волна кстати это тоже момент который стоит учитывать и многие вирусологи об этом говорят я думаю что вы все смотрите новости и мнения что осенью повторная волна заболеваемости может быть не такая не с такой резким увеличением заболевших не настолько сильно скажется на экономике но в принципе она возможна то есть еще продолжение этой ситуации еще осенью оно возможно поэтому опять-таки восстановление пойдет из азиатского региона но по дизелю и по топливам за исключением керосина затем европейский рынок опять-таки керосин будет запаздывать относительно других продуктов и также здесь окажется под давлением мазут потому что в текущих низких ценах на остальные топлива несмотря на моркову помимо моркова еще оказывать на котировки будет влияние именно падение цен по товарам заменителям и здесь еще стоит указать что в Соединенных Штатах также сокращается спрос на ввозимый мазут который Соединенные Штаты импортировали к себе в том числе иногда из России то есть этот поток тоже прекратится поэтому если мы говорим о нашем регионе и европейском регионе то восстановление пойдет в первую очередь по дизелю и газольным затем пойдет автомобиль бензин по некоторым странам который баланс по бензинам затем керосин когда ситуация стабилизируется во всем мире и соответственно начнутся перелеты и после этого если пойдет рост котировок на нефть и соответственно нефтепродукты возможно стабилизация ситуации на рынке мазута ну и как я говорил самый последний последний восстановится в данной ситуации именно Северная и Южная Америка так как до них эта волна дошла в самом конце и соответственно они больше всех сейчас самые высокие темпы заражаемости и самые высокие показатели смертности именно в этих регионах помимо всем известной Испании и Италии поэтому думаю второй квартал это у нас соответственно до третьего квартала то есть где-то к концу только года более-менее нормализуется ситуация в балансе спроса предложения и действительно какой-то уже там рост спроса можно будет увидеть только в следующем году вопрос еще в том что есть еще куча подводных камней части того сколько за это время уйдет с рынка то есть сколько закроются ли заводы в той же самой Европе на такой низкой маржинации кто выдержит этот вот период там 3-6-9 месяцев нестабильной ситуации то есть это мы к началу 21 года уже придем немножко с другой структурой рынка соответственно может быть с новыми товарными потоками новыми которых там изначально не было потому что сейчас приходится оперативно их выстраивать эти взаимосвязи то есть будет немножко другой рынок немножко другой состав но я не думаю что это затронет крупных игроков возможно только небольших у меня все спасибо большое спасибо а можно я тогда ответно прокомментирую да да конечно пожалуйста да я не говорил что текущая цена нефти что сейчас рынок учитывает все что в экономику зайдет я сказал что цена во втором полугодии будет такой же как сейчас но в принципе это совпадение более того мне кажется что в ближайшие месяцы цена нефти может даже отрасти а потом обратно начнет снижаться почему потому что будет сокращение экономики дополнительное даже без второй волны коронавируса поскольку сейчас по большому счету в экономическую активность не не полностью в ней отражаются последствия резкого падения да фондовых рынков последствия ухудшения финансового состояния финансовых компаний в первую очередь американских последствия резкого увеличения количества безработных в первую очередь в штатах да и более того среднесрочные последствия того что для них повышают субсидии по безработице пособия по безработице их повышают до такого уровня что в принципе многим из новых безработных уже сейчас невыгодно в ближайшие месяцы обратно на работу выходить. Поэтому прогноз на второе полугодие, который я озвучил, он делается из предпосылки о том, что у нас будет долгосрочное ухудшение, ну как долгосрочное, в перспективе полугода-года темпов роста экономики, которые сейчас просто в рынок пока не вошли. И мне кажется, отраслью не до конца оценивается. Вот, все, я закончу. Спасибо большое. Спасибо. И еще один вопрос. Цена локдауна для экономики сырьевых рынков и нефтегазовых компаний. Вопрос к Алексею Дзебелову, партнеру FPV Solutions и другим участникам. Да, Мария, слышно сейчас меня? Да, отлично. Отлично. Да, да, очень хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, опять же, повторюсь, высокая неопределенность. Мы много не знаем по природу самого вируса, мы не знаем, будет ли повторное заражение, то есть новости скорее про 100 человек выписан уже с положительными результатами тестов. Значит, это просто, что титры реагируют на остаточные эффекты, или значит, это что они заразны, все это, понятно, требует дополнительного изучения, мы не знаем, является ли этот вирус сезонным или не является, и так далее. Поэтому делать гарантированно какие-то предложения я здесь не берусь, и фондовый рынок отражает, ну, отражает сложившийся консенсус. Это не значит, что он знает точно, что с нами будет. Вот, может, все это пройдет за месяц, а может, все это потребует действительно и второй волны карантина. Ну, а что мы видим сейчас? Перелеты, естественно, выпали существенно раз в 10. Дорожное движение в странах с карантинов выпало в зависимости от стран на конец марта на 30-70%. Скажем, в Нью-Йорке, Нью-Джерси, в Штатах трафик упал в три раза. И, конечно, это, скажется, на спросе на топливо, по оценкам тех же листов, мировой спрос на нет, в зависимости от сценария, как мы дальше пойдем с правильностью за месяц или размажем это на 3-4 с карантином. Спрос пойдет в апреле на 17-22 миллиона баррелей в день, и суммарно по году порядка 2,5 миллиардов баррелей. Возвращение, соответственно, к довирусным временам, в зависимости от сценария, может быть, в сентябре, а может быть, уже летом следующего года. И понятно, что авиация здесь, ограничения, скорее всего, продаются дольше, потому что будут ограничения между странами на перелеты, для упрощения внешнего перенесения. Но, что есть позитивное, уже сейчас люди покупают на 40% больше билетов на круизные теплоходы, чем в... на следующий год, на 2021, чем в 2019 году. То есть это отложенный спрос, он не пропадает, он остается в системе. В целом, говоря про экономику, конечно, надо понимать, что это рецессия, не то, что с чем мы вообще сталкивались. Это не рецессия, как Великая депрессия. Великая депрессия развивалась 4 года, с 29 по 33, пока президент не стал развиваться, не ввел в свою программу, скорее всего, на стимулирование. Это больше похоже на ураган. Вот ураган Катрина, берем безработицу в штате Луизиана, график совпадает с текущим графиком новых запросов на биджет труда один в один. Это резкое падение, соответственно, экономики, потому что людям сказали сидеть по домам, люди сидят по домам. Это не потому, что людей не хотят нанимать. И быстрое относительно восстановления. Не стоит же быстрое падение чинить, всегда сложнее, чем ломать, но относительно того, что мы можем видеть в обычной депрессии, когда люди постепенно смелеют и начинают расширять бизнес, здесь, скорее всего, это займет гораздо меньше времени. То есть Великая депрессия была велика не потому, что безработица была 25%, как сейчас вполне может быть в США, потому что эта безработица оставалась все-таки годами, потому что разрушаются технологические цепочки, разорялись компании, разорялись люди, бродяжничали по Соединенным Штатам и так далее. Каковы потери для мировой экономики этого локдауна и для российской? Ну, к примеру, 2-3% за каждый месяц, годового ВВП, за каждый месяц простое. У нас может быть меньше, потому что у нас меньше доля малого и среднего бизнеса, большого бизнеса у нас и не у нас тоже всегда легче получить поддержку. Дешевая нефть для глобальной экономики здесь, конечно, благо, но для российской, конечно, не два. Только в срочном периоде, что мы можем ожидать, что здесь сложно сказать, потому что политические затыки, падение спроса и несогласованность, что посетчиков могут привести к очень большим кольбаниям цен, опять-таки отрицательным мейсбеком на региональных рынках. Добыча придет, с точки зрения, на взрослые текущие затраты, чтобы отбить их и что-то заработать на постоянные, рентабельно даже в станции и даже 15 долларов за баррель. В долгосрочном периоде все же ожидается возвращение спроса, ну и поэтому рынок, несмотря на все эти колебания нефти в марте-апреле, к концу 2021 года Ситерс стоял довольно плотно в то время проявления 40 долларов за баррель. Это, по-моему, проявления 42. Это хорошее равновесие, которое должно получиться. Это равновесие при цене 40-40 грабаррель, которое дестимулирует неконвенциональную добычу, из большинства услантов кто-то из них разорится. Для Трампа желательно в следующем году, собственно, уже после выворота. Но разорение компании не значит улучшение бизнеса, хорошие плажи на хорошие мастерождения, с удовольствием кугасам, текущим или экономикопилицам. Это не единственный вариант. Но, естественно, по ней дебетов, само по себе, без нового бурения, в соответствии с центром идет по половине вольных услантов добычи США, но понятно, что... В ряде суток тоже все-таки любить не закончить, что они подкружены шахты, чем просто на полпути. Поэтому, скорее всего, пока не когда падение в районе 200-300 грн баррелей в день. Это тоже хороший взнос американской мастер-добычи, в общее сокращение мастер-добычи. Спасибо огромное. Отдельно могу еще по нефигазовым компаниям, тогда не затягивать. То есть хуже всего, понятно, будет сланцам. Многие из них... 56% добычи сланцев в США в этом году захеджированы, но захеджированы неполно. То есть там защита от умеренного падения цены, а дальше они по-прежнему участвуют в падении цены, и все эти уровни защиты уже были пробиты. Сделано это по настояниям банков, и банки в этом плане защищают себя в первую очередь, как кредиторов. Накопленный долг тоже большая проблема для сланцев, которым надо будет в следующие 20,5 года вернуть инвесторам столько же, сколько в помощи было выдано всей авиационной отрасли. Могут ли они это сделать, неизвестно, но могут получить поддержку от ФРЭС. ФРЭС объявил сначала о покупке высококачественных облигаций, а потом недавно и высокодоходных облигаций, если сланцевые производители, по крайней мере те из них, которые будут чувствовать себя достаточно хорошо, они могут рассчитывать на доступ к дешевому финансированию через этот канал. Крупные международные компании, понятно, уже стало зато выскупать, у них есть хороший резерв как технологический, так и бизнес гибкости, могут перестраивать модели, наверное, месторождения под другую экономику, показывал опыт в прошлом 2014 году, и по итогам в частности. Существенно теряют, понятно, нефтесервисы, которые обслуживали в основном, ну, в немалой степени обслуживали сланцы, где высокая потребность в бурении и обслуживании. Теряют долгоразведка, теряют ряд стран с высокой себестоимостью, и тяжелая сервисная нефть, которая не востребована будет на рынке, с изобилием более качественного. Это Бразилия с ее шельфовой глубоководной добычей, Норвегия, Канада с ее нефтяными песками, возможно, Викобритания, Венесуэла. Для российской компании эффект, понятно, смягчается, как уже не единожды говорил, с налоговой системой, перекладывающей основной груз на правильный бюджет и, ну, как и основной прибыли, при росте до того. И девайвация рубля. Когда у нас 80-90% как операционных, так и капитальных затрат рублевые, то в этой ситуации российские компании выглядят одним из самых защищенных, понятно, за счет своих работников и поставщиков, но тем не менее. Хуже всего в России будет, скорее всего, компаниям или месторождением с большим количеством старых скважин, с малым дебетом, с малым истинным компаниям, которые с большой обводненностью, где, в принципе, можно будет уже закрыть шахту и скважину, не размораживать ее снова. Проекты в Арктике и на шельфе, понятно, тоже кладутся под сукно на год, скорее всего, и больше. Такое примерно видение. — Спасибо огромное. Кто-нибудь из участников дискуссии хочет добавиться? Тогда переходим к ответам на вопросы. — Я, если позволите, один короткий момент. — Да, пожалуйста, пожалуйста. — По поводу финансирования от ФРС. Действительно, ФИЭТ в последнее время выдал почти 4 триллиона денег, или пообещал выдать долларов, на поддержку финансовой системы. Не будем вдаваться в детали. Но пока что, несмотря на то, что объем денег выдается рекордный, резкого снижения ставок по кредитам финансовому сектору не произошло. Все эти деньги уходят на выправление балансов финансовых компаний и частично на рынок бандов. Но опять-таки, в первую очередь, надежных бандов. Поэтому вот коллега передо мной только что сказал, что сланцевые компании и вообще нефтяные компании качественные могут рассчитывать на получение фактически бесплатного финансирования. Ну, по крайней мере, нет. За последний месяц ставки вниз не поехали для реального сектора. — Я с вами согласен, что на бесплатного они, конечно, не могут рассчитывать, потому что американский бюджет не богодельный, и такое не пройдет через Конгресс. Но если мы с вами посмотрим на высококачественные облигации, что с ними было до поддержки? Падение с начала года индекса американских на 15% и что бы с ними было после объявления за буквально неделю рост более чем наполовину от величины падения. Это удешевление и доступность финансирования. Это выпуск сразу на 100... Сразу после объявления до этого, несколько недель, ни одной облигации практически не было выпущено. Сразу после этого выпуск на 107 миллиардов долларов облигаций на высоконадежных американскими имитентами. Это не спасение, но это поддержка, которая может быть получена. Может, это будет иметь какие-то дополнительные условия. Что мы вам даем дешевый долг, мы покупаем ваши облигации, выпускаем ваши облигации. Ну, относительно дешевый. Не вы платите на 15%, а вы платите на 7%. Что тоже много, конечно. Но вы за это участвуете в наших программах сокращения добычи. Там где-то имеет смысл. По-живому видим. Кирилл? А, ну, если по дешевым понимается 7 плюс в долларах, то вообще никаких вопросов нет. Я полностью согласен, да. Не, ну, конечно. Сейчас ситуация, когда у вас рекордные премии за риск, потому что рекордный риск. Мы с вами наблюдали в марке премии за риск, в которой мы не видели с 2018 года. И при том, что ситуация пока не такая плачевая. Можно ожидать. Так что... Спасибо большое. Да, мы с вами говорим об одном. Возвращаемся к вопросам. И огромная просьба к аудитории заполнить анкету. Будем вам очень признательны, если сможете ответить на ее вопросы. Итак, возвращаемся к вопросам. Да? Да? Маленький вопрос. Просто коллегам, если можно, кратко. Вот вы затронули тему ФРС и выделение денежных средств. Ожидаете ли вы, что для откачки этой излишней ликвидности будут подняты ставки? И как, по вашему мнению, это отразится на ставках в России? И, соответственно, будет ли это какое-то иметь влияние на те проекты, которые, соответственно, финансируются в России? Новые проекты строительства, новых производств и так далее. То есть, какое будет влияние на ставки, когда пойдет отток ликвидности ФРС? Спасибо. Да, кратко. Пока я не вижу никакой необходимости в оттоке ликвидности. Потому что деловая активность упала, скорость обращения денег упала. И мы, на самом деле, будем сталкиваться с дефляцией. То небольшое относительно имеющихся объемов увеличения денежных домов, которые есть, его пока ценировать не надо. Это будет вопрос среднесрочный. После того, как экономика выберется из кризиса, если будет разгоняться инфляция. Если не будет, то и вопросы. Поэтому я не ожидаю существенного повышения ставок на горизонте за ближайшие пару лет. Я поддерживаю, поскольку, ну, надо оговориться, что ФРС, он же не раздает деньги просто так, да? он покупает активы с баланса финансовых компаний, выдавая в обмен на них живые деньги. То есть, с одной стороны, он предоставляет финансовым компаниям ликвидность, которую они могут использовать в расчетах с контрагентами. С другой стороны, он таким образом фактически фиксирует цену, по которой он бумаги выкупает и спасает компании от существенной переоценки их балансов вниз. Соответственно, поскольку эти операции роловятся, то, скорее всего, эта ситуация будет сохраняться в течение какого-то времени и потом ФРС будет постепенно уменьшать объем своих операций, так, чтобы действительно на рынке резко не поменялась доступность денег. Поэтому, скорее всего, да, никаких дополнительных операций не надо, выходить будут через какое-то время, мне кажется, никак не раньше, чем через полгода и, скорее, даже никак не раньше, чем через год, и это к дополнительной волатильности не приведет. Ну, если посмотреть для аналогии предыдущую программу сокращения балансов ФРС, они резали очень последовательно. Вот то, что Елена начинала и то, от чего Павел отошел, резали очень последовательно, как раз боясь того, что забирая ликвидность из финансов системы, они таким образом приведут к резкому росту ставок. Как только ставки начали расти, рыночные, они тут же это прекратили, эта программа. Мне кажется, принципы вообще не должны поменяться никак. У меня все. Возвращаемся к вопросам от аудитории. Как Вы оцениваете ситуацию возможности обратных поставок топлива из Европы при нынешнем уровне цен? Ко всем участникам Александр Шкулин. Возможно. Да, как я сказал во время своего доклада, что, я думаю, заблокируют импорт, поэтому возможность такая открывается, открывается арбитражное окно. То есть мы можем с Вами посмотреть, какая у нас разница в ценах. То есть у нас нетбэк в районе 30 с мелочью, соответственно, цена 41-39, например, на тот же самый бензин. Вот у Вас получается разница, которая, в принципе, представляет собой демпфер. То есть демпфер является таким арбитражем сейчас для поставок из-за рубежа. То есть с учетом транспортных затрат, с учетом поставок из-за лежащих уже первые звоночки это поставки и продажи белорусской продукции через биржу. То есть в принципе это все возможно. Но вероятность блокировки этого импорта она очень высока. Я думаю, что в ближайшее время вот эта вот идея Министерства энергетики остановить импорт, я думаю, мы увидим эти решения и он будет заблокирован. Мое личное мнение, что это конечно же неправильно. Это такая настройка ручная настройка рынка она всегда идет негативно влияет на сам рынок. Если наш рынок можно назвать рынком. Поэтому скорее всего заблокирует и я думаю в ближайшие дни. Вопрос к Александру Ершову, если он еще не отключился. Огромное спасибо за выступление. И что вы думаете по поводу судьбы американской сланцевой нефти? Учитывая текущую ситуацию, возможно ли восстановление статуса КВО и возврата к статусу нету импортера к концу года, как многие прогнозируют? Да, понятно. Спасибо. Отвечая на вторую часть, скажу, что не думаю, что штат вернутся к статусу нету импортера. Собственно, стратегия, экономическая стратегия руководства, в том числе усилия, которые предпринимал Трамп, она как раз нацелена на противоположное. Что касается сланцевой нефти, да, там есть потери, насколько я помню, компания Ватнин, еще какая-то, но даже те, кто объявил о банкротстве, при этом продолжают добычу. Солнцевая нефть, солнцевая индустрия как раз и знаменита тем, что они быстро умеют реагировать закрытием и открытием скважин. То есть такие условия, как соглашение о гарантии к добытии, это как раз для них. но в любом случае, даже если какая-то часть сланцевой нефти уйдет, то в целом возможности добычи и экспорта американского сохранятся. Все-таки это большой-большой объем и в том, что касается сланцевой нефти, я не думаю, что будет какой-то существенное отличие от поведения всего социального рынка. Понимаете, если фундаментально мы будем видеть снижение потребления в течение длительного периода, то тут уже не важно, сланцевая нефть, не сланцевая. Если бензин, никто не будет покупать топливо в целом, особенно бензин, то закрывать скважины придется всем. а если все-таки экономическая ситуация начнет выправляться в каком-то обозримом будущем, в горизонте месяца или двух, то тогда восстановление позволит быстро залезать раны и сланцевой отрасли. Не стоит рассматривать ее отдельно от всего остального рынка. Спасибо. Есть ли какие-то оценки по распределению квот между нефтяниками российскими на государственном уровне? Саша, это очень тонкий момент. Разумеется, как и в прошлый раз, если считать пропорционально, то основную часть должна на себя взять Роснефть. Как это произойдет фактически осталось неясным при прошлых сокращениях и до сих пор непонятно сейчас. Я думаю, что Министерство энергетики какую-то ясность несет, но тем не менее с моей точки зрения простого арифметического распределения пропорционально объему добычи не будет. И на мой взгляд это правильно, потому что сокращать надо так, чтобы нанести наименьший вред отрасли в целом, а не поделить это между компаниями просто механически, так что потом кому-то будет легче выстроить, кому-то тяжелее. Поэтому ждем разъяснений от Минэнерго, я думаю, что это будет какой-то смарт сокращение. И тот же вопрос к Алексею Дебелову и просьба прокомментировать за счет каких игроков Российская Федерация срежет добычу. Я здесь согласен с Александром, что пока у нас для этого мало данных и я тоже согласен с Александром, что к этому надо подходить умно. скорее всего будут учитываться факторы как то, что кто имеет доступ к китайской трубе, понятно, и это будет отражаться тоже, кто имеет доступ в европейскую часть транснефти, их будет сокращаться производство по другой формуле. по многому к сожалению или политический вопрос связанный с отношением с отдельными регионами зависящими сильно от нефти. Где-то как раз эта нефть ухудшает среднее качество и возможно они пострадают больше, если качество нефти на общем затоваривании рынка будет играть большую роль. Но сейчас сказать еще рано. В той же раз нефти достаточно много старых месторождений, не 11 тысяч месторождений, но 12 тысяч. И многие из них действительно уже достаточно старые, их можно под эту лавочку закрыть некоторые даже и на совсем. Если учитывать, что в будущем цены на нефть не будут скорее всего сильно выходить за пределы 40-ка. долларов вверх. Танкерный рынок и сокращение добычи. Рост ставок фракта на ходе падения цен на нефть подрывает экспорт нефти из США. Способно ли это замедлить прежнюю тенденцию, в рамках которой росло влияние WTI на ценовой эталон Brent? И еще один вопрос по эту тему был по поводу насколько велик собственный парк танкеров у России. Александр Шкурин и другие участники. Пожалуйста. По рынку танкеров я к сожалению не отвечу. А по поводу роста ставок да мы в такой ситуации уже сталкивались и если мы вспомним как она развивалась что когда падает нефть очень многие пытаются потом сыграть на ее отскоке но весь вопрос когда покупать и когда нащупают дно. Поэтому закупки идут плавненько но обычно как говорят купил дно потом второе дно получил в подарок. И вот эти вы заметили сегодня по дискуссии что никто не может дать четкий ответ как долго продлится эта ситуация и вообще отрастет ли нефть. И результаты соглашения мы видим что резкого всплеска не было. То есть был рост цены на нефть на ожиданиях соглашения но потом она все равно ушла в уровень 30-31 доллар за баррель. Поэтому вот эти рост ставок фракта и нефть которая лежит сейчас в морских хранилищах она потом при сохранении этой цены на нефть эти объемы могут высвобождаться и попадать на рынок тем самым оказывая еще давление уже такое вторичное давление на мировые котировки. Плюс рост ставок мы наблюдаем только для танкеров но на перевозку нефти продуктов эти ставки рост нефтяных ставок не скажутся поэтому я думаю что в части ставок в первую очередь важно когда и как скоро эти объемы накопленные объемы нефти вывалятся на рынок в текущей ситуации исходя из этих ожиданий. Можешь коллеги что-то добавить? Александр Яшов у нас уже отключился. Европейский рынок Германия крупнейший потребитель нефти из России и похоже поражена не столь сильно как другие крупные потребители и видимо быстрее начнет восстановление если перспективы того что именно Германия может стать тем защищенным рынком для трубородных поставок из России и еще один вопрос стоит ли надеяться на то что некоторые страны Европы Германия Франция которые немного раньше чем в России закрылись на карантин с мая выйдут из него и увеличат потребление светлых нефтепродуктов и сук если же Европа еще долго будет с минимальным спросом из-за пандемии вчера Макрум продлил карантин насколько я понимаю до 11 мая Европейский рынок пожалуйста ваши ответы Кирилл Алексей Александр давайте я попробую начать что да Германия действительно лучше справляется надо понимать что Германия это экономика завязана на остальных экономиках 25% ВВП составляет числе действительно мастерская мира и поэтому конечно ее основление в одиночку будет отрадно но вряд ли достаточно для серьезного изменения динамики Франция здесь нам никак не поможет наше основное преимущество это наши трубопроводы и фактически которые затраты уже понесены удешевляют доставку соответствующим заводам нефти перерабатывающим в Салакии в Ленгрии в Польше в первую очередь поэтому этим заводам менее выгодно покупать нефть корабля и везти ее на завод чем получать ее с трубы здесь мы имеем хорошее преимущество транспортных в плечи спасибо большое продлиться карантин пока не знаем базовый вариант что в мае будет закрываться большая часть карантина в Европе но мы слишком мало знаем про вирус чтобы это говорить несколько вопросов по рынку нефтепродуктов и нефтепереработки российской Александру Шкурину какой пессимистичный сценарий по производству бензина в Российской Федерации насколько будет сокращение возможно в процентах как вы оцениваете возможности российских НПЗ сократить выпуск керосина могут ли российские НПЗ перейти на выпуск продуктов вообще без керосина какой общий объем продуктовых хранилищ и региональных нефтебаз в России насколько они обычно заполнены весной какой объем примерно хранилищ Росрезерва и как часто эти запасы меняются какова динамика так и стоит ли ожидать рекордное падение переработки нефти в России в мае выше планируемого уровня как избежать затоваривания внутреннего рынка и можно ли на этом фоне ожидать отскока внутренних цен от апрельских минимумов несмотря на принятие карантинных мер вот несколько вопросов ждем ответа да вопросов много времени мало я постараюсь кратенько смотрите то что касается запасов если посмотреть заседание последнего биржевого комитета речь шла о том что запасы выросли то есть они выросли примерно на 6% я думаю что рост запасов мы будем также наблюдать предел сколько есть возможности по хранению нефтепродуктов я вам не скажу этот предел думаю никто не скажет что касается падения переработки давайте исходить из того примерно вот ожидания по падению спроса я думаю что если у нас спрос действительно просядет процентов на 20 на 30 во втором квартале то примерно соразмерное и падение переработки с учетом всех остальных допущений но опять-таки как я говорил это вопрос нелинейный то есть не значит что у нас если потребление сократится на 20-30% и переработка настолько же сократится потому что будут еще оказывать влияние и соседние страны и будут оказывать влияние возможности поставок в дальние зарубежья и соответственно выход этих стран из режима самоизоляции скажем это так следующий момент который касается керосина да действительно керосин можно сократить понятно что он не уйдет в ноль потому что спрос все равно есть есть еще внутренние перевозки есть соответственно военная авиация есть МЧС и так далее то есть есть еще много кроме гражданской авиации секторов которые употребляют керосин и в принципе он в ноль не уйдет но сократить производство я думаю что компании могут это сделать и перераспределить выхода в сторону того же самого дизельного топлива увеличить выход дизельного топлива потому что дизельное топливо в отличие от автомобильного бензина и от керосина это все равно это топливо которое потребляет промышленность а худо-бедно но предприятие сейчас работает производит продукцию работает удаленно перевозки логистические компании все это действует поэтому именно дизельное топливо будет лучше выглядеть чем бензин и керосин момент если я что-то еще забыл по поводу затоваривания коллеги давайте так у нас всегда был выход это экспорт вопрос какая будет маржа и компании будут принимать компании-производители сами будут принимать решения то есть им лучше с убытком поставить но не сокращать мощности либо сокращать загрузку мощности и соответственно производить только и снабжать только внутренний рынок с учетом того что этот рынок будет защищен от поставок импортной продукции тогда будет оптимальная схема это производство только для внутреннего рынка и соответственно большие излишки поставка на экспортное направление я думаю вкратце ну на самом деле вопросы такие объемные и вводные параметры мы сможем увидеть только буквально я думаю к концу апреля сейчас только ожидания Мария Мария видно отключилась а да Мария как-то отключилась коллеги тогда я возьму на себя функцию организатора я думаю что на сегодня мы уже тогда завершаем этот вебинар большое спасибо тем кто принял участие у нас действительно было очень много участников сегодня и огромное вам спасибо что вы уделили время и приняли участие спасибо за ваши вопросы к сожалению мы на все ответить не успеваем но мы отправим все слайды которые сегодня были Александра пришел и мою презентацию там есть контакты есть информация вы можете обратиться к организаторам если у вас будут какие-то вопросы обращайтесь к нам напрямую мы постараемся вам ответить вам помочь и еще раз всем здоровья на улицу не выходите сохраняйте режим самоизоляции я надеюсь что это скоро закончится и будем когда выйдем будем стараться чтобы экономика все-таки не ушла в рецессию чтобы набирал обороты поэтому еще раз напоминаю про анкеты еще раз благодарю и тогда мы на сегодня заканчиваем большое всем спасибо и спасибо участникам и докладчикам кто принимал в дискуссии участие спасибо большое до свидания спасибо